Важно всегда быть в нужном месте, в нужное время, скажем так. Если ты куда-то отлучаешься или ребята куда-то уезжают, ты всегда за них переживаешь. Переживаешь больше, чем за себя, потому что это твой долг, это твои ребята. 24 февраля Елена со своим подразделением находилась под Мариуполем, в бункере завода Азовмаш. Мы понимали, что у нас уже нет выхода, нет возможности нам помочь. И все, что нам остается, это как-то выбираться своими силами. Если раньше были какие-то ресурсы, было настроение боевое, то в последние дни с каждым днем было все хуже и хуже. И мы понимали, что нам нужно выбираться самим, без оружия и без техники. Это было самым тяжелым и самым страшным. Мы приняли решение. Я, мой муж и еще трое офицеров из моего подразделения. Мы сняли форму, переоделись в гражданскую одежду, оставили оружие и просто вышли. У нас была карта, но за эти почти два месяца, что мы провели в бункере, мы были очень дезориентированы. Мы не знали, какая ситуация за пределами завода, где находится враг, где он может нас ждать и куда нам идти. Елена и ее сослуживцы увидели заброшенный дом и решили переждать там. Открывается дверь и заходит человек, на вид ему было лет 50. И несмотря на то, что мы были без формы и без опознавательных знаков, он понял, что мы военные. Потому что мы были грязные, напуганные, у нас были такие глаза. Мы не знали, куда идти, то есть на местных мы были совсем не похожи. И так как рядом был завод, думаю, у него все пазлы сложились, и он понял, кто мы. Он сразу сказал, что он проукраинский, сказал, что он нам поможет. Вначале мы с осторожностью относились к нему, а потом он нас спрятал, и мы поэтому уже доверились ему полностью. Когда шел взвод российских солдат, этот владелец дома вышел к ним. После разговора солдаты пошли дальше. Украинские военные доверились мужчине, хотя на самом деле это была ловушка. Он предложил нам отдохнуть и пойти в другой дом, так как дом, в котором мы были, находился на главной дороге. Он был заметный, и туда мог зайти кто угодно. Он говорил, что если будет какая-то зачистка, то к нему зайдут в первую очередь. Мы перешли в другой дом. Елена и ее муж проснулись от выстрелов. Где-то в 5-6 утра нас разбудил выстрел РПГ по крыше дома. Мы сразу говорили, что это по нам. И после этого сразу шквальный огонь с автоматов во все окна, по дому, со всех сторон. Все, что мы смогли сделать, мы с мужем упали на пол. Просто было такое состояние, ты не понимаешь, что вообще происходит. Как так? Ну как так произошло? Злость тогда на этого мужчину была. Было очевидно, что он нас дал. Далее последовали десятки допросов. Содержание в камере. А впоследствии Еленовская колония. Заставляли называть свое звание и должность. И после этого их просто били ногами, дубинками, палками, у кого что было. Стояло человек десять, и они вместе по очереди избивали одного. Нам приказали опустить головы, не смотреть. И когда били моего мужа, у меня даже не хватило духа поднять голову и посмотреть, что с ним делают. И это был последний момент, последние минуты, когда я его видела. На четвертый день Елену перевели в Таганрог, в СИЗО номер два. В Таганроге над нами издевались. Вымещать злобу им нужно было. И они придумывали какие-то бессмысленные идеи. Учить гимн, петь. Не просто учить, а петь его. Учить стихи на русском языке. И это не классическая литература. И каждый вечер мы все это рассказывали. У нас был такой культурный час, скажем так. Если им не нравилось, как мы поем или как мы заправили постель, все это повторялось. Ну, то есть издевались морально, пытались нас унизить. Обменяли боевого медика на 14-й день плена. Но радости Елена не испытала. Нас хоть и обменяли, это очень хорошо. Спасибо большое всем, кто пытался это сделать. Но я чувствую, что со мной не все хорошо. Что я неполноценна. Потому что у меня нет рядом мужа. Я вышла, я не смогла обнять своих родителей. Потому что они на оккупированной территории. Я не могу никому позвонить из друзей. Потому что почти все они в плену. Вместе с родственниками пленных 36-й морской бригады Елена организовала штаб поддержки и создала петицию, призывающую к интернированию пленных в третью страну. Мы объединяемся с родственниками морских пехотинцев. И стараемся сделать все, чтобы вызволить наших близких. Это нами и движет. Это и дает нам силу каждый день просыпаться и вообще жить. Продолжение следует...